Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня я покажу вам примерку, которую я часто совершаю, когда, конечно же, у меня есть какие-нибудь хорошие полтора часа времени, которые вы можете совершить. И сегодня речь пойдет о юбках. Будем мерить юбки и смотреть, обращать внимание на длину, на пропорции, на сочетание цветов. И вот эта юбка, конкретно эта юбка, это одна из вещей долгожителей, потому что кто-то спрашивал меня, Яна, а есть ли у вас вещи долгожителей, покажите, пожалуйста, пожалуйста, этой юбке 15 лет. На ней есть пятно. Обязательно отнесу ее в химчистку, как только все начнет работать, и буду носить с удовольствием. Ну что ж, сейчас я покажу вам свои юбки, свою примерку. И сразу хочу сказать, что я очень люблю юбки. Юбки люблю больше, чем платье. И юбки я предпочитаю, что называется, с фактурой, с вышивкой, со стразами, с перьями, если возможно. Эта юбка как раз-таки отвечает всем этим характеристикам. Она сделана из очень плотного блестящего материала, на ней имеется вышивка. И я бы предложила носить эту юбку с сапогами. Вот таким образом я научилась носить не только юбки, но и платья, то есть сапоги на голые ноги. Именно здесь, в Италии, много раз рассказывала и показывала, как это делают итальянки. Следующий мой аутфит – это белая юбка. Она хлопковая, и это слегка плессированная ткань. Хочу обратить ваше внимание, что здесь будут очень важны пропорции. Здесь очень большая часть белой юбки, укороченный вверх. Я показываю, что я люблю юбки за то, что можно носить их действительно с голыми ногами. Это гораздо удобнее, чем надевать брюки, тем более, когда хочется поскорее-поскорее весны. И снова я показала, что да, вверх укороченный. И эта юбка прекрасно сочетается не столько с сапогами, а-ля колхозница, как кто-то мне написал. Но на самом деле этот лук очень привычный здесь, нам в Италии. Но и также очень хорошо смотрится с кедами. Обращаю внимание, что сегодня будут фигурировать практически во всех луках черные носки. Посмотрите, какие интересные пропорции. Очень укороченный вверх и очень удлиненный низ. Большая часть луков сегодня составлена со свитшотом. Я очень люблю свитшоты, потому что они позволяют, ну, действительно, сделать любую компоновку более кайжуал и более уместной для повседневной жизни. И многие, кто смотрит подобные мои подборки, уже поняли, что я, в принципе, ориентируюсь, конечно же, на повседневную жизнь. Посмотрите, как интересно меняются пропорции, когда я заправляю свитшот внутрь. Опять же, пропорция юбки, она гораздо-гораздо больше относительно темного верха. А сейчас я встану на каблуки и, посмотрите, силуэт удлиняется, но не так, как он мог бы удлиниться, если бы в предыдущем кадре на мне были полукеды, а не кеды. Все решают пропорции. Очень сложно объяснить на словах, мерите, 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 и вы сами увидите, либо начнете видеть, какие пропорции более важны. Меня часто спрашивают, Яна, что можно носить невысоким девушкам, что можно носить перевернутому треугольнику. По большому счету, носить можно все, что угодно, важно мерить и подбирать свое сочетание пропорций, свое сочетание длины, высоты обуви и так далее. Все очень индивидуально. Я считаю, что общих правил нет. Ну что ж, следующая героиня, это плессированная юбка. Если у вас еще нет плессированной юбки, я вам искренне рекомендую присмотреться именно к плессированной юбке. Плессированные юбки очень легко носятся, очень красиво сочетаются. Здесь снова покажу на то, как я, что называется, перебиваю пропорции. Снова укорачиваю вверх и удлиняю низ за счет юбки, за счет того, что я заправляю свитшот внутрь. Обязательно пробуйте этот трюк перед зеркалом. Он на самом деле очень хорошо работает и с брюками. Мы очень сильно удлиняем себе ноги. И он хорошо работает с юбками также. И я говорила о том, что плессированная юбка, она очень легко носится. Если юбка-карандаш, узкая юбка, любой фасон другой юбки, это то, к чему нужно привыкнуть. В особенности, если мы отвыкли от юбок, выходим, допустим, из декрета, либо давно юбки по каким-то причинам не носили, то плессированная юбка это то, что очень легко внедрилось лично в мой гардероб после двух затяжных и долгих декретов. Ну что ж, я померила очень много вещей, очень много юбок с укороченным свитшотом. Укорачивала его за счет того, что заправляла. Теперь я покажу вам удлиненный свитшот. И вы понимаете, что это может быть и удлиненный свитер, как и в предыдущем варианте. Это мог быть укороченный свитер. Конечно же, я подкатываю рукава. Кто-то мне пишет постоянно, я на все одно и то же, подвернуть рукава, да. Я считаю, что лучше все будет одно и то же, но зато всегда красиво. Здесь я показала длину, идеальную длину свитшота, либо кардигана, который я не смогла найти. Уже второй раз в недрах гардеробной не могу найти кардиган, который хочу показать вам. И обязательно его найду. И он прекрасно бы подошел, то есть по кончике пальцев длина, к этой юбке плессированной, либо любой другой. Ну что ж, следующий лук очень, на мой взгляд, молодежный. И это снова свитшот, который, скажем так, убирает драматичность от того, что я в каблуках и в мини-мини-мини. А здесь я показываю мужнину куртку. Это Adidas. Я, кстати, не знала, что это куртка Adidas. И я подобную мерила, не успела купить. Много раз рассказывала, как я жалею. Загляните в спортивный отдел. Такие ветровки очень классно со всем сочетаются. Они прекрасно, на мой взгляд, будут сочетаться с классической юбкой-карандашом. Очень узкой, если она у вас есть. Ну и вот в таком варианте, мне кажется, что может быть лучше. Кстати, кто-то мне даже уже диагноз поставил. Мне и моим отношениям с мужем. Почему я так тяготею к мужским вещам. На самом деле, я очень люблю мужскую одежду. Просто потому, что я вообще люблю одежду. И все на поверхности. Все очень-очень просто. Если есть возможность пополнить свой гардероб и его разнообразить за счет вещей мужа, либо тем более вещей мужа и сына, я обязательно это сделаю. Ну что ж, снова жилетка, которая мне очень нравится. Надеюсь, что мужу она скоро надоест. И он ее мне отдаст. И тоже, на мой взгляд, прекрасное сочетание. А здесь мне под руки шарфик попался. Поэтому решила вам показать, что любой яркий аксессуар это всегда хорошо. Шарф наброшенный на плечи, голые ноги. Очень секси, на мой взгляд, очень-очень красиво. А следующий лук это мужской свитер снова. Но его я купила себе. И буду его носить с удовольствием. Купила в мужском отделе. Это, если я не ошибаюсь, XL. Я тоже делала обзор на свои покупки. Обязательно заправляйте с одной стороны. Назад откидывайте, вот когда таким образом заправляете. Будет очень красиво смотреться линия плеча. Но внимательно повертитесь перед зеркалом. Потому что не всякая толщина свитера позволяет красиво ложиться до рапировки. Когда мы с одной стороны только заправляем. Надеваю сапоги. На мой взгляд, вот этот лук очень красивый. Очень-очень подходящий. Прежде всего, когда мы выходим на осень. Когда ноги загоревшие. Когда еще не очень холодно. Если вы хотите такой лук на весну. То, я думаю, что придется надеть колготки. На мой взгляд, здесь колготки в сетку. Будут очень-очень хорошо смотреться. А этот лук мне очень нравится. Меня часто спрашивают. Яна, если бы ты приехала в Москву. Как бы ты одевалась в Москве? Но могу сказать, что вот в такой компоновке. Я бы в Москве себя чувствовала очень комфортно. Если, допустим, мы бы отправились с мужем на встречу с друзьями. Либо я пошла на встречу со своими любимыми подругами. Добавим немного аксессуаров. Покажу как раз-таки, как я люблю носить часы и браслет поверх вот такого достаточно плотного и объемного свитера. Много раз об этом рассказывала. Кому-то этот способ нравится. Кому-то не очень. И сумка в руках. Но хочу обратить внимание, опять же, на клатч. Моя любимая сумка, тип сумки, это клатч. Я всегда искренне рекомендую клатч. Практически все свои сумки до того момента, как я начала снимать стрит-стайл. И мои руки должны быть свободными. Я носила вот таким образом. Это позволяет очень красиво держать руки. Это позволяет, что называется, их пристроить. И при этом сделать таким образом, чтобы наш силуэт был очень и очень красивым. За счет вот как раз-таки этой игры чего-то в руках. В данном случае сумки клатча небольшого размера. Не люблю носить таким образом сумки. Хотя признаю, что они смотрятся очень хорошо на девушках, на женщинах. Когда сумка вот таким образом держится на плече. Но все неудобство в том, что она постоянно соскальзывает. Ну что ж, следующая моя подборочка. Это юбка-карандаш. Это юбка из кружева. Я очень люблю кружево. Кто-то опять же мне написал, что, например, в Москве кружево уже носят все-все переносили. А я считаю, что это не проходящая классика. Очень красиво. Попытаюсь перебить пропорции. Покажу вам, как это может быть. Опять же, нужно внимательно перед зеркалом вертеться, чтобы посмотреть, как драпируется свитер. Чтобы он хорошо и красиво драпировался. Это не тот вариант, когда красиво нужно здесь либо его выпустить, что я и делаю. Либо воспользоваться лайфхаком с резинкой, которую я так еще и не показала в видеомонтаже. Ну что ж, вот такая юбка. Вот так все это может смотреться. Вблизи покажу снова часы и браслет поверх свитера. Мне, например, очень нравится. Ну и, на мой взгляд, это очень красиво. И это неплохая идея. Так, нужно за картину подержаться, чтобы не упасть в позе цапли. Мне кажется, это неплохая идея для офиса. Все красиво, скромно. Этот аутфит закомпонован, конечно же, по принципу не более трех цветов в одном ансамбле. Следующий ансамбль нравится мне не меньше. И здесь есть игра фактур. Хлопковая юбка и, точнее, не хлопковый, а шерстяной свитер. Это тоже образ, который очень хорошо подходит для осени. Когда мы выходим на осень, мы очень можем классно играть, удачно играть и много играть с фактурами. Это прежде всего ткани, которые мы на глаз можем определить, не трогая эти ткани, что да, они сделаны из разных материалов. Допустим, шерсть и лен. Лен и хлопок. Вот это и есть разница фактур. Эту юбку было не очень хорошо видно вблизи. Я хотела показать, что мне неудачно смотрится трикотаж одинаковой плотности плюс трикотаж сверху. Сейчас я спущу юбку. Я очень люблю юбки на резинке. Считаю их мега супер универсальными. Как раз таки потому, что резинка в районе пояса позволяет очень легко, что называется, перебивать пропорции. Сейчас я пропорции сделала практически одинаковыми. До этого юбка была чуть-чуть выше. И юбки на резинке я люблю также. Потому что их можно носить как платье. Их можно носить как платье самостоятельно, перехватывать, возможно, ремнем в районе пояса. Либо вот так под что-то. Не бойтесь, если слегка сзади подол будет длиннее. В общем-то, очень многие юбки сейчас так и скроены. Поэтому, если у вас нет юбки на резинке, обязательно к ней присмотритесь. Если она вам попадется, обязательно померьте. Возможно, это станет мега универсальной вещью. Прежде всего, за счет того, что вы сможете играть длиной. А здесь я надеваю ту же самую трикотажную юбку, но фактура на шерстяном свитере, она более явная. Кстати, это свитер, который связан на заказ. Снова удлиняю низ за счет того, что заправляю. Этот свитер менее объемный, он более короткий. Поэтому он заправленным будет выглядеть гораздо лучше. Но это всегда вопрос примерок. Мерите, мерите, мерите. Смотрите на себя. Для хороших компоновок, для концепции shop your closet, пойди пошопся в собственном шкафу, необходимо иметь и терпение, и посвятить какие-нибудь хорошие 2 часа времени. Ну что ж, дорогие зрители, на этом с вами прощаюсь. А те, кто очень и очень терпелив и досмотрел это видео до конца, хочу показать юбку, которая 100% отвечает моим требованиям о юбках. На самом деле, я хотела найти юбку с разрезом спереди, но я ее тоже не нашла, как и кардиган. А эта юбка такая фактурная, она имеет бахрому, она имеет блеск. Если подобная юбка вам попадется, обязательно к ней присмотритесь, потому что найти такую юбку, которая, к тому же, очень хорошо сядет на вашу фигуру, это достаточно сложно. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok